Особое мнение на 101FM Технические проблемы Вертолетное училище было хорошо У меня как раз с этим связана одна история Интересно, я вам потом за эфиром ее расскажу Все-таки Общее пространство, какой-то парк Конечно, это классно Но, вы знаете, как правило В больших мегаполисах эти вещи совмещают Зачастую с какими-то зонами деловой активности Зонами досуга, отдыха Лишь бы это не застроили какими-то Серыми 18 этажками Которые там бы встали бы В один, в два, в три, пять, десять рядков И, условно говоря, на этом бы закончилось Я вот честно, как горожанин Абсолютно не против, если там будут стоять Какие-то офисные здания Там будут стоять какие-то развлекательные Может быть, учреждения Это будет какая-то парковая зона Потому что все мы прекрасно видим парк Имени Кирова Как там обваливаются деревья, обваливается асфальт Никто за этим не следит А здесь хотя бы будет какой-то хозяин А, если там будут какие-то объекты Вы говорите про это, да То собственники этих объектов Так или иначе будут следить за прилегающей территорией Более чем уверен в этом Потому что так или иначе Всю эту территорию нужно содержать В надлежащем виде для того, чтобы люди И могли использовать инфраструктуру В том числе для доступа к этим же объектам Чтобы они были привлекательны С точки зрения посещения Но это же можно совмещать с парковой зоной, да, условно? Я думаю, что да Не всю территорию застроить одинаковыми коробочками А как-то их аккуратно распределить Я думаю, что да Надеюсь, что наши, так скажем, власть-пережащие люди Как-то вот примут это И может быть здесь какое-то Частное государственное партнерство, что ли В любой другой форме, пожалуйста Но сделайте это красиво И сделайте удобоваримо для всех Да, то есть сотрудники офисов видят парки Да, собственники этих офисов эти парки поддерживают А горожане могут их бесплатно посещать Лишь бы это все не было, конечно, закрытой территорией Но тут, я думаю, что это не будет А просто парк в чистом виде Слишком большая территория, на ваш взгляд Для того, чтобы Угород с ним справился Ну, во-первых, давайте начнем с того Что все-таки у города есть определенный бюджет И этот бюджет выделяется, да, ежегодно Он как-то фиксируется Есть ли вообще средства на строительство Заново этого парка То есть, ну, мало того, что это строительство Это проект Это языкательские работы Это гидротехнические работы Там ведь, насколько я помню, там речь какая-то идет Вот И дальше в дальнейшем это содержание, конечно, этой парковой зоны Ну, вот я не очень представляю Как в текущей ситуации бюджет Муниципальное образование города Киров Может поднять себе строительство Такого, ну, существенного Досугового сооружения Как такой вот парк Такого формата Это мало того, что еще все это сделать Еще освободить территорию эту надо Как-то, да, организовать ее Мне кажется, даже на проекта денег нет Поэтому здесь пустить какого-то частного инвестора На каких-то внятных, понятных условиях, да Для предоставления ему каких-то земельных участков Взять у него какое-то обязательство, да На строительство этой парковой зоны Я считаю, что это правильно В Москве вот зачастую такое делается И когда выделяются определенные территории, да Мы все это знаем Где-то вот в каких-то лакомых участках Там в пойме, там, Москвы-реки или еще где-то Но всегда их обязуют сделать набережную Благоустроить парки Другой вопрос, то, что эти парки, конечно, делаются на крышах зданий Там двухэтажных, там одноэтажных Но вы знаете, давайте так Это и то удобоваримо Это и то удобоваримо По крайней мере, эти парки в последующем содержатся За счет средств ССЖ вот этих же зданий Там, где живут эти люди Ну, как бы мы всеми пользуемся Вот я, к примеру, не так давно посещал Одно из таких сооружений Знаете, мне очень понравилось Я был прям, ну, горд за нашу столицу Что вот есть такие вещи И очень красиво, очень красиво Понятно Ну, посмотрим, чем закончится голосование Которое было объявлено Что люди скажут Пока, насколько я понимаю Ну, примерно поровну разделились голоса На одной площадке И на другой площадке люди голосуют за парк Но при этом, да, надо понимать Что, наверное, все-таки будут искать Какие-то возможности совместить И сэкономить деньги Денег у нас много не будет Как я понимаю, в ближайшие годы Надо будет их, ну, не то чтобы, может быть, экономить Но считать очень рационально и очень грамотно Давайте про деньги тогда, да Мы с вами встречались в этой студии в конце апреля С конца апреля прошло полтора месяца Да, и за это время, конечно, ситуация изменилась За это время, на ваш взгляд Вот те проблемы, о которых говорили в самом начале Что они отложены немножечко, да Это история с инфляцией Это история с логистикой И история с тем, что уже испытывают сложности Многие предприниматели, которые либо работают на экспорт Либо, наоборот, импортируют какое-то оборудование Там, да, еще что-то Как они сейчас себя чувствуют? Вы знаете, Анна, надо начать, наверное, здесь с самого начала С самого, скажем, каменного топора И все-таки посмотреть на то, что вот такая технологичная экономика Как у современной страны Она не меняется за год, даже за два Она изменениями происходит, там, десятилетиями Они меняются с точки зрения роста и с точки зрения падения Поэтому, конечно же, там, два-три месяца Они, ну, такого существенного, прямо ахового влияния Здесь не оказывают Да, не сыграют Конечно же, цепочки поставок были нарушены Конечно же, логистические цепочки были прерваны И, соответственно, новые контакты люди заводят сейчас Все это определенным образом сказывается на стоимость товаров К примеру, вот если брать инфляционное давление на цену Вроде бы, как бы, наш Росстат репортует, прошу прощения Что инфляция замедляется, а цены, как бы, в магазинах, вроде, как бы, не падают А вот очень удивительная, кстати, история происходит Да, мы все видели, что резко упал рубль Резко вырос доллар Все сразу же подняли цены на любой, там, товар, либо продукт Который ввозится в Россию из-за рубежа После этого мы все видим, что происходит с рублем Рубль укрепляется, причем укрепился так, как Он и не был крепок, например, там, да, в начале года Но никакие цены почему-то не падают Это какая-то странная закономерность Они же снизятся должны, Александр? Знаете, на мой взгляд, здесь три основных момента Ну, во-первых, рубль был изначально, конечно, недооценен Он был изначально, вот до этих еще событий, до этой операции Он был, так скажем, девальвирован На мой взгляд, опять же, то есть он был излишне слаб Во-вторых, обратите внимание на статистику по импорту То есть на сколько в страну поступает импорт Да, то есть, ну, все очень просто Как бы мы упали там чуть не на 90% в плане импорта А просто валюта не нужна, получается Совершенно верно, то есть кому она нужна Не пользуется спросом, раз никто ничего не покупает Насколько это реальный курс Насколько этот курс вообще, так скажем, связан с реальностью Ну, не совсем понятно В-третьих, что касается падения цен Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию Вот, не знаю, айфоны посмотрим, да Вот айфоны не возятся в страну, да Есть какие-то запасы здесь, да Кто-то, ну, какой-то серый импорт, параллельный импорт идет, да Но поймите, что вот есть предприниматель Который не хочет их продавать по каким-то другим ценам Плюс ко всему были запасы закуплены по еще старому доллару где-то, да Доллар понизился, но товар-то ведь не понизился Стоимость доллара на товаре осталась та же самая Поэтому почему он должен его продавать Ну, а что касается инфляции То здесь все-таки стоит говорить, что мы не просто сами производим эту инфляцию Мы еще и получаем ее из-за рубежа В смысле? Как это? Потому что хоть экспорта у нас, хоть импорта у нас из-за рубежа нету Но, тем не менее, за рубежом ведь тоже происходит инфляция И там тоже стоимость на товары и услуги повышается А мы видим, нам рассказывают об этом по телевизору, да О том, как там все подорожало, ай-яй-яй, бедные европейцы Как же они будут жить теперь? Пусть у нас импорта сейчас и нету, да, как такового Но уже люди-то, предприниматели смотрят Они смотрят, да, условно, вот этот айфон стоил там 10 тысяч рублей А стал там 12 тысяч рублей стоить Ага, дай-ка я заранее заложу то, что вот как бы они стали стоить дороже Ну, соответственно, вот таким образом и разгоняется То есть называется экспорт инфляции Импорт инфляции, прошу прощения Все это, конечно же, давит определенным образом И на потребительские цены, и на, так скажем, какие-то вот услуги, товары Опять же, мне очень нравится наш центральный банк, как он себя ведет Нравится это, вы сейчас серьезно говорите, не в кавычках Конечно, не в кавычках, серьезно, да Они делают очень правильные действия, очень правильные шаги Вы обратите внимание на ключевую ставку, на продажу валютной выручки Да, как они двигаются в этом направлении То есть, ну, вироскоп, мне кажется, очень классно рулит центральным банком Ну, на мой взгляд, опять же Ну, и возвращаясь все-таки к деньгам Давайте так, вот если брать валюту, да, доллар, евро Ну, а куда вот вам, допустим, сейчас доллар, евро? С точки зрения инвестиционной привлекательности Ну, возможно, да, она здесь какая-то есть Но вы не забывайте, что если вы будете покупать наличную валюту Она все-таки продается в банках Но она продается по совсем иному курсу Я специально вчера посмотрела Совершенно верно Если официальный курс евро, там, 60 с плюсиком где-то там, да То в банках продается по 86-87 за одну банкноту Ну, вот один небезызвестный банк с зеленым логотипом Например, продает за 80-50, если не ошибаюсь Доллар, буквально вот я две недели назад покупал Не знаю, какой сейчас там курс Ну, давайте так, вот недавно буквально выступление было Белоусова Он выступил, ну, вы знаете, да, у нас государственный деятель Он сказал, что вот, ну, по его мнению, опять же, справедливый курс доллара 70-80 рублей за один доллар Я, знаете, пожалуй, с ним соглашусь Как бы очень похоже на правду А вот сейчас, кстати говоря, есть же, как я понимаю, разные механизмы В том числе у обычных граждан То есть они могут купить валюту на бирже, например, да И положить ее на счет Снять с этого счета, насколько я понимаю, пока все еще невозможно Там можно снимать ту валюту, которая была до 9 марта, по-моему, да Была куплена и положена в банк Вот, то есть ты можешь просто купить, и это будут такие электронные доллары Но ведь с этими электронными долларами, как я понимаю, ты можешь поехать за границу То есть ты можешь купить их, положить, наверное, на карту МИР И в условной Турции с карты МИР ты можешь снять В принципе, да, вы абсолютно правы Не только Турция, это может быть там и Грузия, и Армения, и какие-то другие там страны Я только не знаю, там как по законодательству в Белоруссии, например, насколько я понимаю Невозможно снять деньги в валюте с карточки Там можно только в местных денегах Белоруссия, она под санкциями сейчас, не забывайте, тоже там есть определенное санкционное давление Ну, то есть, вот, например, в странах, где работает карта МИР И если вы собираетесь в отпуск в этой стране, вы вполне можете купить валюту в России на бирже Или через банк вот эту электронную валюту, положить на карточку, и там этой карточкой пользоваться Ну, тоже давайте так вот посмотрим на эту ситуацию На бирже как? Ну, то есть, как вы это себе представляете? Я не знаю, я не пробовала Простой гражданин, да, то есть он должен прийти к какому-то, так скажем, ну, к какому-то брокеру Открыть определенный брокерский счет для того, чтобы участвовать на, там, Московской бирже, к примеру Там, Санкт-Петербургской бирже в секции валютных торгов Ну, как вы это себе представляете? То есть, один лот, один лот, насколько мнение изменяет память, я с биржевыми делами не очень сталкиваюсь Это одна тысяча долларов Один лот, то есть, меньше тысячи долларов Ты не можешь купить? Да, не можете, потому что, ну, потому что не можете Там действительно минимальный спред, и там действительно, как бы, люди покупают Вопросов здесь нет Вопрос в другом, зачем вам это нужно? Вы, допустим, купили долларов, да, зачислили их себе на карточный счет Который открыт там тоже в долларах, к примеру, вот в банке с зеленым логотипом И поехали с этой картой в Турцию Там эти доллары, значит, наснимали, и что? Ну, и тратите И тратите их в Турции Ну, конечно, если вы поехали в отпуск, то, конечно, вы их тратите Так это понятно, просто я не совсем понимаю, зачем это делать Там точно так же в этой Турции принимается карта МИР А, то есть, можно ездить в рубля Вот буквально недавно у меня есть, да Смысл нет заморачиваться? Я тоже, да, не с ним понимаю А, то есть, это есть тогда, значит, резон только для тех, у кого есть уже открытая, например, карта какого-то зарубежного банка Потому что мы видим, что предлагал Узбекистан, Казахстан, Киргизия Ну, то есть, вот страны СНГ, которые не под санкциями, да, бывшие Давайте еще не будем забывать про тот момент, что мы должны перед российским государством за иностранные свои счета отчитаться Да, то есть, и люди, которые вот сейчас наоткрывали этих банковских карт, они хоть и являются эти банковские карты, да, выпущенные, эмиссированные на территории другого государства Но, тем не менее, счет вы должны предоставить, сведения в российский налоговый орган Так как вы являетесь валютным резидентом Российской Федерации, ну, вот А там строгие санкции и наказания, да? Ну, конечно, там, по-моему, если я не ошибаюсь, если ничего не поменялось в валютном законодательстве, то от 75 до 100% валютной выручки по валютных операций Штраф за незаконную валютную операцию, он приравнивается к непредоставлению незаконной валютной операции Если ничего, опять же, не поменялось в законодательстве Если не подать данные о наличии этой карты То есть люди, которые сейчас открывают карточку в другом государстве, в банке другой страны, они должны помнить об этом, да? О том, что они подавать должны сведения Конечно, они должны отчитываться перед российским государством, перед налоговыми органами Предоставлять туда больше того, что сведения об открытии, они еще и должны ежегодно сведения об воротах туда Остатки представляют там как-то в переводе в нотариальном или что-то такое Ну, я опять же говорю, если ничего не поменялось в законодательстве Ну, ранее было вот так Я поняла, почему рубль так укрепился, Александр Ну, что сказать Знаете, вот если все-таки возвращаться Валюта действительно никому не нужна Если все-таки возвращаться опять Ну, а как? Вот вы, к примеру, зачем вам доллар здесь, в России? Ну, на iHerb вы сейчас ничего не купите Ну, потому что все-таки вот, ну, как-то закрыты логистические цепочки Да, они как-то просачиваются, там, еще что-то Подписку в Стиме вы не сможете продлить Ну, а, например, не знаю, там, на букинге отелей забронировать и оплатить для того же отпуска Так у нас авиасообщение с другими странами закрыто Так ведь есть ведь пути Есть пути, наземные границы открыли, наконец Вы знаете, ну, у нас на самом деле курс доллара упал-то больше из-за того, что слишком много валюты стало на рынке Импорт происходит, в том числе углеводородов, да, об этом, в принципе, все говорят и пишут Это вот расчеты в рублях, да? Да, расчеты в рублях И биржа же основана на таком принципе очень простом, что вот предложение, вот спрос А спроса нету Импортеры, которые возят сюда, не знаю, там, что там, вещи, там, какую-то технику, там, еще что-то Они просто не закупают доллары и евро, потому что он им не нужен Потому что они ничего не импортируют А экспортеры, наоборот, они продают, они говорят, ребят, слушайте, нам, мы тут газа напродавали, там, нефти напродавали, еще что-то напродавали У нас тут вот скопилось, как бы, доллары, а у нас же государство нас обязывает всех в течение, там, определенного периода времени 50% валютной выручки продавать по контракту Ну и, соответственно, все они выходят на рынок и говорят, слушайте, ну, мы исполняем свою обязанность По продаже этой 50% валютной выручки законодателям установленную Поэтому давайте, вы, как бы, ее покупайте А кто, кто будет покупать-то, кому она нужна-то? Ну, хорошо, гражданин купил тысячу, там, долларов себе, там, ну, две, хорошо, вот он на биржу вышел, допустим, купил Там, еще какой-то предприниматель, ну, завозит он что-то, там, криво, косенько, как-то вот Через Китай Ну, тоже купил, там, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов Ну, там же, понимаете, как бы, там же миллиарды продают И, по сути, как бы, огромными лотами Конечно, конечно, поэтому курс, конечно, идет вниз, потому что предложение избыточное И, ну, на сегодняшний день такой объем валюты, вот такой объем валюты, он не нужен Ну, и я думаю, что здесь центральному банку нужно принимать очень серьезные меры И очень действенные меры, которые бы не позволили бы дальнейшему укреплению рубля Потому что... А почему это плохо, крепкий рубль? Я думаю, что ответ вполне очевиден Ну, помимо простого ответа, да, мы за один, там... Баррель нефти Баррель нефти получаем, да, определенное количество Нам это когда-то объясняли, когда рубль падал, нам говорили Это хорошо Совершенно верно Вот помимо такого простого, да, банального ответа Есть еще один момент Не забывайте, что у нас ведь есть, помимо сырьевого экспорта, еще и несырьевой экспорт Его немного, действительно, его мало, но он все-таки есть Это какие-то зачатки производства, которые производят здесь товары То есть, ну, либо это глубокая переработка, либо это какие-то технологичные товары Ну, насколько это может быть здесь технологично И когда они продают этот товар там, при высоком рубле он является неконкурентен Потому что цена на него в долларовом выражении, она возрастает Таким образом, слишком сильно, излишенный сильный рубль, он, конечно же, очень сильно ослабляет наш экспорт Как сырьевой, так и несырьевой У нас несырьевой экспорт и так неконкурентен по сравнению там с, ну, так скажем, зарубежными аналогами Взять, к примеру, там автомобили, да, у нас даже, по-моему, подушки безопасности сейчас уже не стоят Вот, а еще и сильный рубль, он, конечно же, ну, давит и без того слабый экспорт А в таком случае вопрос, как долго эта ситуация будет вот в том виде, в котором есть Не примет ли Центральный банк решение каким-то образом потихонечку рубль ослаблять? Для того, чтобы ослаблять рубль, нужно понимать, как работает этот механизм снижения одной базовой ставки Оно само по себе, базовой процентной ставки, оно само по себе как бы не играет определенной роли на рубль Это гораздо более тонкая должна быть подстройка Ну, вот снизили они ее до 9,5%, она сейчас 9,5 Ну, и что, мы смотрим курс, да, ну, все, в принципе, то же самое Ну, просто в моменте мы можем заглянуть, посмотреть, да, увидеть там, какой курс Ну, вот сейчас евро 59, например, вот на бирже, а доллар уже 56,93 То есть, ну, что, куда уже, куда, куда ниже-то Понимаете, допустим, я думаю, что скоро начнут отменять правила по 50% продаже валютной выручки То есть, может быть, там, снизят до 20, например Да, то есть, возможно, как бы населению разрешат покупать как-то более каких-то объемных, так скажем, моментах валюты Но основная проблема, это, конечно, отсутствие спроса внутри страны на эту валюту Что, конечно же, толкает ее вниз и избыточное предложение На сегодняшний день Центробанк, видимо, это никак побороть не может Самому закупать эту валюту, ну, а зачем она ему? Ну, куда? Он под санкциями, да, у него там резервы арестованы Фонд национального благосостояния откладывает эту валюту Но это тоже, как бы, это недружественные страны Зачем, как бы, их валюту использовать? А в кубышке держать где-нибудь, не знаю, в Кремле, в каком-нибудь сейфе? Ну, у нас есть запрет на ввоз сюда, в Россию, наличных долларов, наличных евро Пока что этот запрет работает, поэтому тут, как бы, вариантов нет Покупайте люди юани Юани покупать? Да, да, это очень перспективно, на мой взгляд И, конечно же, как бы, вся эта ситуация геополитическая Она будет толкать нас в сторону, так скажем, азиатского региона Азиатско-Тихиканского региона Туда вот смещается сейчас центр, вектор экономический На взаимодействие со странами Ближнего Востока Со странами, там, с Ираном, к примеру, там, Саудовская Аравия, да, еще с кем-то С Китаем Конечно, вектор с Европы сдвигается Увы, или наоборот, к радости покажет время Кто знает, как сейчас-то все повернется Ну, вот, движение такое Ну, я так понимаю, что если мы говорим Просто вот о реальных каких-то вещах О возле того же товара, да, или тех же товаров Оборудования, еще чего-то В том числе оборудования для производства Здесь, внутри, товаров по импортозамещению Вот, то Китай Это тоже, ну, такая палочка-вырчалочка Что называется, да, то есть все будут возить Скорее всего, именно оттуда С той стороны И вот, насколько я, опять же, понимаю У нас ведь между, ну, скажем, Россией и Китаем Вот у нас только железная дорога Вот эта вот, да, которая сейчас есть И она вообще справляется сейчас с объемами? Ну, на самом деле, стоит сказать, все-таки На мой взгляд, три основные точки у нас в России Это Санкт-Петербург, да Это Новороссийск Это порты Порты, да, порты Морской транспорт, все-таки самый дешевый И из Китая действительно ездят контейнеровозы Они разгружаются и в Новороссийске, да, есть и в Санкт-Петербурге Ну, и, конечно, это Дальний Восток Это находка Это Владивосток Вот, в общем-то, там тоже находятся порты Но с Дальнего Востока тоже ведь как-то надо привезти Совершенно верно Есть железная дорога, железнодорожная ветка Это, там, Байкало-Амурская магистраль Это Транссибирская магистраль Ну, там Дальневосточные какие-то, да, железные дороги Увы, эта транспортная инфраструктура, она, конечно, не рассчитана на такой Объем Обзросший объем как импорта, так и экспорта То есть на сегодняшний день ведь еще и, не забывайте, идет экспорт оттуда и импорт Прошу прощения, я все путаю эти понятия Ну, понятно Да, то есть торговля как в одну сторону, так и в другую Вот, а пропускаемость этой ветки, ну, условно говоря, только в одну сторону То есть пока один там состав идет, второй там стоит, ждет Понятно, что таких мест ожиданий там много И все это как-то, ну, РЖД пока что на сегодняшний день удается разруливать Но тарифы на железнодорожные перевозки растут Морской фракт, допустим, там, вырос до пяти раз То есть от трех до пяти раз вырос стоимость фракта одного там контейнера, например Недавно со мной коллеги делились информацией Ну, и все это, конечно же, на стоимости товара определенно накладывает свои отпечатки Вот, опять же, вам и вопрос к импорту инфляции в нашу страну, да, от других стран Не забывайте, что не все будет приходить из Китая Будет часть приходить там Соединенных Штатов, из Европейского Союза, других недружественных государств Каким образом? Это будет, конечно же, серый импорт, это будет параллельный импорт Это будет импорт через, там, Казахстан, Турменистан, Армения Очень хорошо, кстати, встраивается в эту цепочку сейчас Грузия, Турция Все эти страны будут закупать и перепродавать сюда, да А мы будем покупать с наценкой Совершенно верно, никто не упустит свои деньги Вот такая экономическая ситуация, никто напрямую за это все, конечно же, заплатит рядовой потребитель Оттуда и берется инфляция Вот она и происходит, это давление Поэтому, что здесь сказать? Готовьте ваши кошельки, да Все станет дороже, жизнь станет дороже Ну, послушайте, я тут недавно в магазин захожу И вижу пачку сока, ну, достаточно известной такой марки А стоит она 250 рублей, послушайте А буквально там месяцев 4 назад эта пачка сока стоила там 90 рублей Ну, то есть, как вот такая разница произошла? Из-за чего она произошла? Ну, сок ведь из чего-то делается, во что-то упаковывается Чем-то везется там и так далее и тому подобное Поэтому не надо, как бы, здесь одевать розовые очки Нужно все-таки быть к реалиям, к жизни более ориентированным К сожалению, инфляция будет расти, цены будут расти Александр, а людям как в этой ситуации поступать? То есть, вообще, что сейчас происходит, ну, не знаю, можно так сказать На рынке труда, да То есть, с одной стороны, вроде все же работодатели понимают, да Раз все подорожало, то уровень жизни их сотрудников упал Следовательно, надо повышать зарплаты Зарплаты повышать в текущей экономической ситуации Наверное, не каждое предприятие себе может позволить На чем экономят? Вы знаете, у нас экономика... Ну, во-первых, я хочу все-таки снять шляпы перед нашим правительством Конечно, беспрецедентные меры поддержки предпринимателей у нас приняты Да? Ну, на мой взгляд, да Вот, перечисляя, смотря, как это происходит Конечно, налоговые проверки у нас не остановились У нас они идут Но, к примеру, там, муниципальные проверки Вот всякие пожарники, там, еще, там, прочее-прочее Действительно не проверяют мораторий Плюс прокуратура еще зачастую, так скажем, отказывает в этих проверках Второе, это все-таки то, что, ну, поддерживают наши предприниматели Как регулятивные, какой-то вот гильотины Как это было раньше времени это говорить Так и, соответственно, ну, вот отсутствием этих проверок В любом случае у нас, конечно... Но денег особо никому не раздают, как это было в ковид Конечно, нет У нас на сегодняшний день, конечно, экономика начинает двигаться в сторону, так скажем, сирения Да, в сторону серой зоны, в сторону серых зарплат У нас был тренд, конечно, в обратную сторону Ну, вот вся эта ситуация, она... Да, говорили, да, что до начала этого года как-то уже все обелялись потихоньку Вот обелились, обелились, обелились Теперь налогово видят всех белыми И все начинают становиться серыми Подождите, подождите, вы же только что белые были Ах, перекрасились, ну, давайте проверку Конечно, как бы идет все в серую зону, скатывается То есть зарплаты в конвертах Ну, вы видели, что спрос на наличность-то вырос, да Центральный банк отрапортовал, что спрос на наличность Изначально как бы все люди вернули в банке деньги Да, когда вот эти ставки-то были, там, 20% сделали ключевую ставку Сейчас спрос на наличность вновь вырос Ну, куда эта наличность идет? Она идет, конечно, в серую экономику Там, в зарплаты, в конвертах, да Это какие-то расчеты без налогов, ну, так скажем, за наличность Ну, все это, конечно, делает определенный отпечаток на доходы бюджета Я не думаю, что как-то это сильно там федеральный бюджет напряжет Но, тем не менее, борьба с этим будет Предприниматели экономят на чем могут Как говорится, главное выжить в этой ситуации Ну, условно, не снижать зарплату, но Сохранить коллектив Перевести ее часть в выдачу наличной Знаете, у меня есть доверитель, который не только не сократил свой штат Он, наоборот, набирает сотрудников Потому что сейчас слабые участники рынка, они будут, конечно же, умирать Те, которые не могут, так скажем, тащить бремя этой ответственности Груз этой ответственности И выходят на рынок хорошие специалисты, которых можно принять Совершенно верно Освобождаются, да, хорошие специалисты, грамотные Управленцы, либо, допустим, да, это менеджеры Возможно, какие-то там юристы, экономисты, бухгалтера Которые способны генерировать какие-то интересные идеи Потому что, ну, не забывайте, все-таки это время возможностей определенных Да, это не тот классический кризис, как бы это все-таки искусственная какая-то вещь Но это время возможностей И вот я говорю, что не только они не сократили персонал Да, они, наоборот, наращивают, так скажем, набор сотрудников Наращивают ведение бизнеса А сейчас рынок работодателей, я так понимаю, да? То есть он может диктовать условия Да, то есть мы перешли от рынка работника к рынку работодателей На сегодняшний день Ну, опять же, смотря в каких специальностях Да, ну, все мы слышали про IT-специальность Да, у нас новая формируется ниша Это специалисты по кибербезопасности Вот недавно произошла ситуация, когда правительство ввело обязательное требование По наличию такого штатного сотрудника В государственных каких-то организациях Да, либо штатного, либо это какой-то аутсорсер Ну, вот, то есть новый рынок у нас растет в стране, видите Это аутсорсинг этих услуг, которые предлагаются различным там муниципальным образованием Ну, вот, ну, просто не знаю, там Не хочу обидеть, допустим, администрацию там города Уни Да, ну, откуда у них деньги на такого специалиста Ну, нет, ну, к сожалению, нет Но, тем не менее, как бы информационную безопасность надо поддерживать Да, ну, как-то вот будут они выходить из ситуации Аутсорсинг будет Или будут они там объединяться с другими муниципальными образованиями Или там будут как-то помощь у города Кирова просить Не знаю Но тот факт, что в каждом районе города Кирова В каждом районе Кирова Да, в муниципалитете Не будет такого специалиста Ну, это очевидно, на мой взгляд Потому что их просто физически столько нет людей Там Или, допустим, рынок юристов, к примеру Да, ну, к сожалению, как бы Вот Ну, нету их Нету Нету хороших стоящих кадров Это удивительно Учитывая, что последние лет 20, наверное Может, и 25 профессий юриста И специальность юриспруденция в вузах Это специальность, на которой всегда там очереди стояли Да, что вы называете? Вы удивитесь, но стоящих, ну, их просто нету Понятно Со днем, со днем их не сыщет Единицы Оттуда выходят те, кто не просто с дипломом, а со знаниями Именно с профессией Готовы работать Увы Ну, и так остальных тоже специальности есть Те, которые переизбыток есть Которых, так скажем, ну, определенный недостаток Поэтому, что касается кадров Здесь, ну, по-разному По-разному Хм Ну, я вот тут задумалась о том Что я понимаю, что вряд ли юристы, конечно, оттуда выходят Но мы видим, да, что вот сейчас Ну, так называемый парад уходов, как его окрестили Да, сейчас те компании, которые приостанавливали свою деятельность в России Начинают уже задумываться о том, чтобы уйти совсем Оттуда тоже люди выходят Их большое количество Мы понимаем, что Чаще всего крупные западные компании, наверное, какое-то время будут поддерживать своих бывших сотрудников То есть они выплачивают там один, два, три, шесть окладов Да, тем, кто увольняется Тем не менее, когда-то эти люди снова окажутся на рынке труда Сможет ли Россия там их переварить, что называется, этих людей И вообще, что будет происходить То есть вот мы видим на примере Макдональдса, да, что вроде как Ну, говорят, что ничего не изменилось, кроме названия То есть те же самые соусы с закрашенной буковкой М Те же самые там бургеры, не знаю, напитки Пока все еще из старых запасов колу даже, говорят, разливают, да Потом обещают заменить на напитки из черноголовки Но вот это Макдональдс, это общепит, тут вроде как бы все просто Да, а вот, например, уходит Икея Мы с вами об этом поговорим после небольшой рекламы Особое мнение на 101FM Член Кировской областной коллегии адвокатов Александр Гнатов Сегодня в нашей студии, мы про экономику говорим Мы остановились на Икеи Ну, вот, я перед перерывом сказала, Александр, что Макдональдс мы вроде удачно заменили Но, по крайней мере, сделали вид, что заменили, да Пока все работает, люди на местах Вот, теперь уходит Икея В том числе, насколько я понимаю, там и в Кировской области, да Предприятие Вятских Полянах, которое, но тоже Под вопросом большим сейчас Ну, и сами торговые центры, тоже не очень понятно В каком-то виде они будут существовать или нет Будет ли как-то сохранена она? Есть ли смысл? Вы знаете, вот мы с вами в перерыве говорили про Макдональдс Да, просто это было за эфиром В чем все-таки вот сама суть этого Макдональдса, да Это не в том, что там они продают гамбургеры Супер какие-то гамбургеры Которые нигде не сделают Это просто то, что эти гамбургеры по всему миру В любой точке мира имеют один и тот же вкус Если это один и тот же гамбургер Да, если это там Биг, там как-то я не знаю Маффин там, как они там называются у них Да, то есть они имеют один и тот же вкус там И в Малайзии, и в Японии, и не знаю, и в Америке, и в России Поэтому смена названия этого Макдональдса, да, и смена собственника, менеджмента Она все-таки, конечно, на мой взгляд, отразится на качестве Надеюсь, что все будет нормально, все обойдется, и они выйдут там на другой уровень Кстати, если говорить о Макдональдсе, то его продали с условием обратного выкупа в течение пяти лет Возможности обратного То есть возможности вернуться Да, такая есть тема, она предусмотрена И менеджмент текущего, который, да, выкупил, он на это пошел Насколько мне, опять же, это известно из новостных агрегаторов и СМИ Что же касается, например, Икеи То Икея все-таки это глубоко эшелонированный бизнес Он связан не только с ритейлом в классическом виде, да Он связан в том числе с предприятием общепита У Икеи было достаточно серьезное, так скажем Фрикадельки и киевские славились, да Совершенно верно С брусничным соусом Не только фрикадельки, конечно, там была масса продуктов питания У них были свои магазины продуктовые, встроенные внутри Это в том числе и банковский бизнес, который осуществлял кредитование, так скажем, потребителя, да В случае, если необходим был потребительский кредит Это и производственный бизнес, который, в общем-то, производил те товары, которые связаны с Киевом Ну и, в общем-то И сами магазины Да, и сами, так скажем, сам недвижимый комплекс, комплекс недвижимости, который был, ну, достаточно во многих крупных городах И куда люди хотели на экскурсии в том числе Смотреть, как все можно в доме обустроить Вот, поэтому говорить о том, что Икея в одну секунду уйдет, конечно, нет Но, так скажем, их желание, они продали банк, насколько мне известно, да Продали или закрыли Они сейчас выставили на продажу вот эти вот заводы Ну, что сказать Есть, допустим, мебельная сеть Хофф у нас в России Это наш российский ритейлер Вот они, насколько мне известно, претендуют на приобретение активов этой сети Икея Как это все будет выглядеть, конечно же, я не знаю Но, опять же, если брать аналогию, проводить с Макдональдсом То у Икеи, вот, все мы там знаем, вот эти названия, там, Дурмстренг, там, и так далее, и тому подобное Они имеют одинаковое качество, как в Стокгольме, так, допустим, и в Москве И в России Да, в России Поэтому, насколько изменится качество, кто может сказать, я не знаю Но то, что что-то поменяется, безусловно, да Скорее всего, сократится ассортимент, и все будет стоить дороже Вот, почему-то мне так кажется, не знаю Поэтому, вот, если брать Икею, то, конечно, никто такой актив не выкинет Мы в апреле с вами говорили, начинали с того, что экономика не терпит вакуума Вакуума не будет ни в коем случае Поэтому, если место ушедшего освободится, его займет кто-то другой Как вы относитесь к инициативе заменить вывески на латиницы И вообще вывески иностранные, там, не знаю, состоящие из иностранных слов Названия на русские какие-то названия Вот в Госдуме прозвучала инициатива Торговую марку зарегистрированную можно сохранить Все остальное должно быть на русском языке Вы знаете, законодательный орган, он на то и законодательный Что ему необходимо определенное творчество Творчество, оно может быть тоже разным Вы знаете, некоторое творчество одним людям нравится Некоторое другим людям не нравится и так далее и тому подобное Ну, я, извините, что так, может быть, тонко подвожу Я, конечно, крайне критически отношусь к любым вещам Которые могли бы искажать или изменять Или отвергать чью-то культуру Либо, допустим, письменность И, конечно, любая речь, любой язык Он имеет право существовать Вы имеете право на нем говорить Пожалуйста, изъяснять свои мысли Если это, да, какая-то, допустим, латынь Это либо английская речь Либо там другая, иная В том числе речь, которая связана с недружественными государствами Я считаю, ни в коем случае нельзя ее запрещать Наоборот, нужно быть открытым к этому Толерантным Ну, хотите вы, господи, называть там Не знаю, не пельменное там А как-нибудь там в другом там кафе По-английски написано Равиоли, но смысл-то ведь от этого не поменяется Вы пришли, покушали, да, вам понравилось Я считаю, что все-таки это неправильно И если люди хотят с точки зрения маркетинга Применять другой вид написания Другими буквами Не обязательно на английском языке Ведь это может быть Да хоть на японском, ради бога Слушайте, пишите, как хотите Это ваш маркетинговый ход Это ваше, так скажем, движение Запрещать написание Ну, это глупо уже, на мой взгляд Это знаете Детский сад Как, не знаю, менять название улиц Там с коммунистических на какие-то другие Ну, попросите Да, это вы сейчас на скользкий лед вступаете, Александр Да, да, я наверно У нас обычно на эти темы в эфире Мнения слушателей разделяются просто Вот 50 на 50 И кто-то просто горячо поддерживает Надо вернуть историческое название Кто-то говорит, а советские названия Это тоже исторические Это тоже история Не трогайте нашу историю Мы выросли на этих улицах Ну, как-то так Ну, вот мне нравится, например, улица Преображенская Улица Спаская Улица Пятницкая Я как-то, я вполне доволен Хотя я и вырос при старых названиях Которые были там И до сих пор иногда улиц называю по-старому Есть ли у вас, у человека, который не только в Кирове, но и в Москве Как я понимаю, часто бывает ощущение Что что-то поменялось в жизни обычных людей Ну, вот внешне, да Москва — это город, который всегда кипит, бурлит И, ну, практически в любой вечер Что будний день, что выходной Можно было видеть в центре Москвы Ну, практически полностью заполненные кафе То есть люди как-то начали экономить уже, осознав, осознав то, что происходит Вы знаете, если брать предприятия общепита, кафе, рестораны, различные фудкорты То я, честно, не заметил, что там стало меньше народу Наоборот, если вы пришли вечером, то вероятен риск Это вы про Москву или про Киров сейчас? Да, в принципе, вы знаете, и про Киров тоже То вероятен риск того, что вы просто не найдете столика Я про Москву не говорю, там все понятно Не забронировали заранее, все, извините, как бы у нас тут вот Не попадешь даже сейчас Да, 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 проблема Я вам говорю про Киров Я прихожу буквально вот в этот вторник Да, ну, небезвестное заведение Достаточно такое приятное Просто мы хотели попить кофе, посидеть, пообщаться с коллегами И, вы знаете, там не оказалось свободных столиков Ну, вернее, они оказались, но максимум на час То есть они дальше уже забронировали Да, понимаете, как бы, то есть такая ситуация Вроде бы, вот, экономия, экономия, да В ресторане места нет В Москве точно так же Но я вам хочу сказать, что Москва изменилась с точки зрения торговых центров Не так давно я буквально посещал один из таких достаточно крупных торговых центров в Москве Он находится в Москва-Сити По-самому, я думаю, догадались, что это за торговый центр Думаю, можем его даже назвать Офимол, да Офимол У меня была встреча там в Сити И я что-то зашел в Офимол Думаю, я прогуляюсь Вы знаете, масса магазинов просто закрыта То есть их просто нету А, ну, то есть это те марки, которые ушли Да, совершенно верно Причем это реально заметно Потому что, ну, это были большие магазины Очень крупные магазины Которые занимали большие площади Да, и это достаточно известные бренды Но часть, я хочу сказать, что все-таки открылась Да, там CR, по-моему, один называется Второй там X, там что-то там Вот, ну, конечно же, под новыми какими-то брендами они появились Работают Но, тем не менее, вот прямо, знаете, в глаза бросаются Прямо целые такие вот отсеки закрыты Ну, я так удивлен был Очень интересно, что будет, если все-таки вот эти вот арендаторы Которые занимали достаточно большие площади Уйдут с этих площадей Потому что найти, как я понимаю, им замену будет сложновато Это будет большая, конечно, проблема для арендодателей Которые вот сейчас, так скажем, работают с этим ритейлом У которых они сейчас сидят в аренде Под что можно приспособить в торговый центр? Вот еще в Кирове, я понимаю, они не очень большие Но в Москве-то ведь это города целые просто иногда Ну, я могу сказать, что вот Ну, так гуляя по торговому центру Я понимаю, что, наверное, процентов 20-то не занято Разница, Александр, между Москвой и Кировом, на ваш взгляд В смысле благоустройства В Рио губернатора Александр Соколов На прошлой неделе, по-моему, да Попенял городским властям на то, что Слишком грязный наш город И даже к дню рождения, то есть к дню города Не успевает прибрать все Вам как кажется, насколько вот эти заявления Они, ну, скажем так, предвыборные, да Потому что мы понимаем, что в сентябре Александру Соколову надо будет избираться на пост главы региона Или же это действительно вот такая реакция человека Который жил в Москве, приехал в Киров Пришел, увидел просто, не знаю, в шоке был от того, что увидел И сказал, ребята, ну так же нельзя жить Вы знаете, когда в Киров прилетаю У вас такое же чувство, да? Да, культурный шок, когда я вот выхожу из аэропорта А там просто вот потрескавшийся асфальт Там ямы, щебень, грайвий, песок, грязь, какая-то окурки Ну, мне это, конечно, так вот прямо удручает С другой стороны, на мой взгляд, человек просто проконстатировал факт Потому что еще в апреле мы говорили о том, что я еду на мотоцикле по городу Да, я снимаю шлем, я снимаю каску с головы И я просто вытряхиваю песок Ну, то есть настолько грязный город, что я еду Вот, понимаете, если в майке, в футболке я еду, да, просто с налокотниками То я прямо чувствую кожей, как у меня песок летит Прямо струями таким, пескоструем Но справедливости ради стоит отметить, что вот здесь на театральной площади заделали бордюр Представляете, а заасфальтировали, да? Вот остановка общественного транспорта, прямо театральная площадь С другой стороны театральной площади Карла Маркса, да? Сделали асфальт буквально там вчера или позавчера Ну, мы видим, что Карла Маркса ремонтируют И прощаточки, и тротуары выкладывают Красиво, красиво Преображается город Я бы вот, если, давайте так Если это человек просто со стороны сказал, ну, это классно Если это все-таки предвыборный какой-то пиар Давайте сделаем выбор раз в полгода Вот, чтобы вот каждый, каждый, перед каждым выборами все делать Надеюсь, что как-то это все будет приведено в порядок Потому что Киров, конечно, в отвратительнейшее состояние Вот в плане чистоты Ужасно просто, ужасно Ну, то он отличается этим от других региональных центров Вы же наверняка много ездите, да? Не только в Кирове бываете Ну, Нижний Новгород, Екатеринбург, да? В Казани очень часто бывают Ну, это крупные города и не бедные Вот сопоставить с чем мы можем Киров, не знаю, там С Костромой, например Или там еще с какими-то городами не очень Чебоксары, например, да? Знаете, мне Киров чем-то напоминает Ижевск Вот я в Ижевск тоже бываю И Киров чем-то напоминает Ижевск С точки зрения Запущенности Городской инфраструктуры Ижевск, конечно, более широкие дороги Все-таки нет такого узкого, как у нас Но есть что-то общее между этими городами Но Ижевск гораздо чище Вот просто чище и все Не так давно в Кирове были проливные дожди, да? Мы все это помним Кто-то утонул Смыло очень много грязи с улицы И администрация, если помнится, мне отрапортовала Смотрите, как мы хорошо тут почистили Мне так смешно стало, господи, но Я, опять же, не критикую деятельность администрации, да? Или действующей власти Мне здесь, знаете, что критиковать-то? Я просто выхожу на улицу и вижу Видите разницу своими глазами Да, ту, которую, допустим, в других регионах нет Спасибо большое, Александр Гнатов Пора нам, к сожалению, закругляться Член Кировской областной коллегии адвокатов Спасибо большое Спасибо И особое мнение мы завершаем Особое мнение На 101FM